всем привет мы снова на космическом ковчеге в игре insomnia за арк стоим в майке потому что наша курточка рассыпается на глазах честно заработанная еще вообще как 33 процента осталось и что у нас по заданиям крематорию блокпост b27 на таможню мы не пойдем снова крематорий это текущая робота найти горячую кровь мы закончили аптека флюса пыльника это все в b27 что не покоя там немножко выпали коллекционер у нас нет еще а это картины обойти есть из фронта тоже мы не нашли человека зеркальный коридор не все тени мы еще удовлетворили фирма внутри найти физическом мире тела человека который сомни нас это попросил сделать лавка древностей но по идее у нас по весу очень большой перевес выходим на глобальную карту скорее всего идем домой потом идем в 27 потому что нам нужно во-первых взять дома майку который не будет рассыпаться конечно и так можем повоевать на лучше какую-то бронь и иметь сбросим часть грузов здесь верстак если бы вы здесь еще филиал шкафчика нашего было бы вообще замечательно броня рассыпается быстрее чем мы находим стальные пластины поэтому не можем починить у нас их 12 должно быть а нужно уже 14 для починки а этот кстати еще сделан жестяной разобрать две пластины а мы помогли ни для чего больше не нужен раз создадим две пластинки а вот у нас еще есть ключ от подсобного помещения здесь в резервации д-106 технический узел станции кометы сейчас пойдем найдем комету попробуем пройти может быть там что-то интересное одиннадцатая пластина стальная а ножик у нас видимо потерян если мы его не найдем шкафу который тоже стали ремонтироваться вон так вот за кадром в кармане рассыпался у нас мы в этом даже не узнали похоже на это уточним уже по прибытии домой куча деталей патронов всего куча но пока что нас интересует станция кометы и ботинок с собой носим мало ли порт мороха глобальная карта магазин администрация водочистительный завод ателье ванды я еще может быть у нее что-то купить лифт очень хороший ой лифт цены вот станция кометы может быть это другой этаж давайте сначала к ванге у нее есть одежда может быть что-то мы ее купим по крайней мере что-то продадим ей по нормальной цене может доктору продадим доктор воде тоже нам не чужой оба такой застукали журнал прятал препарат вот давайте у него остальных еще купим 520 доктор прям друг нам прям хочется пожать ему горло горло ради кстати можно разобрать у нас она есть но вроде отдали даже уже и бульончик брать ум не бульонщика у меня нет 600 разобрать две пластины починить 14 14 чиним не будем рисковать уже потому что если она сотрется обу даже в кармане у нас у нас опять не будет хватать пластин починить хотя можно сейчас купить еще две запастись чинем сотка и будем наблюдать нет ладно это будет парадно выгребная у нас тушуха поэтому не будем ее а можно морду кстати у вашего медбота вот точно такую же нужно это у нас яснительный бот лаборатория у нас все дома все химикалии годные для создания лечебных а где как там где-то короткой дорогой стимуляторов и всяких других снадобий что там я думал гитеры можно разобрать в терминалке требуется ключ от каюты интересно ну перелезь плам Возьму, Ванде продам. Она как раз из тряпочек шьет. Может ей как раз объект не хватает для какой-нибудь модной куртяжки. Ну вот пока что самые лучшие цены это в барах и вот у людей труда. Покажи, пожалуйста, что ты продаешь. А вернее сразу купи у меня ботинок. Мячик. Радива. Гильзы, ладно. Буду таскать. Вдруг когда-то прям настолько будет все плохо, что придется патроны делать самому. Они стоят копейки. Весть немного, дома позволяются. Кусок обвижки где? Только что подобранный. Видимо, выпал из рук в последний момент. Соренец, у нас тут 30. Забирай, пусть хоть радио послушки нету. Пишина. Ну и все. Так, что теперь есть на замену? 2400. Легкая броня из нескольких слоев прорезиненной ткани, усиленная стеклопластиком, металлическими накладками. Металлическими. Прочность 100. Защита средненькая. Вес 3. Отрицательных характеристик нет. Хорошая. 15, 15, 12, 12. У нас это 15, 15, 12, 12. Ну это чуть-чуть посильнее, но на остальное это железные пластины. Железные мы худо-бедно добываем. Давайте ту возьмем. Денег у нас пока хватает. 2400. Еще сейчас заработали чуть-чуть. У нас, в принципе, останется еще 2200. Ну, такой, не то что прям запас стратегический, но маневр есть. Тем более у нее хорошие цены. Это из... Нам уже известно. Все, что мы продали, она хранит. Это вообще хорошо. Просто посмотрим. Надо испытать, вся ли броня так разваливается. Модерновую возьмем с одним наплечником. Самодельные патроны есть. Есть 9 мм самодельные. Это стандартные. Держи ткань. Как назло, он, конечно, будет броня прибывать. Наверное, ткань для ремонта. Но, думаю, перебьемся. Самодельные патроны я видел, 18 мм где-то. Еще 430. Пятерка. Может, надо пободрее что-то купить? Но пободрее будет, скорее всего, стальные. Да, вот эта стальными пластинами защищена, и то броня хуже, чем у нас та, которая разваливается. Это он ее нафиг. Легкая куртка нам маловато будет защиты. Ну и все. Вот они, патроны. Плот 40 снял все равно 1 болтик. Монетку потаскаем. Вдруг нумизмата третьим. Ну и все. А, воду грязну. Мы ее все равно пить не будем. А платит она за нее хорошо. Все. До свидания. И по весу мы теперь все равно 4 кг торчим. А если на себя надеть курточку? Вот как раз так и проверим. Одна будет на нас. Одну будем носить. И посмотрим, как они будут разрушаться. И та сейчас по 100%. Как попасть на станцию кометы? Теперь все, на второй этаж нужно. Техническое помещение это не оно? У меня ключ есть. Частная собственность. Так, что был за звук? А вот он наверное технический терминал. И все, что было понятно. Но что мы пришли? Теперь у спу. Нет, нет, это не та, которая была снаружи закрыта. И контейнер, осколочная ракета, боеприпас для реактивного гранатомета, осколочного типа. Подходит как для самодельных установок, так и для моделей заводской сборки. 40 мм и граната. Это мы, конечно, возьмем. Ну, хотелось бы что-то такое сюжетное. Работать на благо будущего человечества. В лице конкретных персонажей. Ну ладно, и на этом спасибо. Ехать мы никуда не едем. Ну что? Домой или в Б-27? Семь или в крематорий. Перегруз небольшой. Теоретически будем встречать всяких торговцев. Тут до дома-то недалеко. До крематория очень далеко. Давайте до дома, до гаража. Проверим, как разрушается броня, которая на нас и которая в рюкзаке. Сбросим килограмм хотя бы шесть. Потому что здесь точно будут встречи на этом пути. И что-нибудь да найдем. Чтобы полегче было. Четвертый подъезд. Четвертый этаж. Наша прежняя броня. Оружие, которое мы добывали все это время. Топорик. Да, ножа нет. Нож просто рассыпался. Который нужно было сталью ремонтировать. Мы несли его в рюкзаке. И он просто рассыпался у нас. Берем на заметку. Простые оружия и детали. Разгружаем. Простые детали, я думаю, насобираем по дороге. Три есть, но три дежурные. Гранату продадим. Шашлык. Всем отмыча пока норм. Дельфины оставляем. Пули. Монетку с собой поносим. Ключ магнитный уже использовали. Я думаю, можно его оставить. А он ничего и не весит. Пусть будет. И все. Больше-то выкинуть нечего. Нужно еще 2 килограмма выложить. Треть всего, это по патронам что-то у нас. Перебор. Красное, это зажигательный, 7.92. Никто взял. Ракета, точно нам в ближайшее время не понадобится. Гранату продадим при первом же удобном случае. Микросхемки оставим. Пластины на ремонт пойдут. Зайца убегает. Тоже пускай пока будет. Оказалось, где-то была еще гуртная микросхема. 18-9 килограмм. Но ненужные. Разделим. Десятку с собой, 8 оставим. Коктейль. Ну может пригодиться. Или продать, или бросить. Полкилограмма, ладно, поносим. Воду выпьем. Стальные пластины пойдут на ремонт. Топорик. Ну и все. У нас вот 5 килограмм висит лишних. Сейчас какие-то патроны поделим. Воюем мы все равно в основном мечом. Стандартные. А это самодельные. Вот мы самодельные оставим дома. 60 патронов 9 миллиметров. Самодельные 9 миллиметров. Полкилограмма. Оставляем самодельные все. И половину. И половину. Побричных. И то же самое здесь разделить. 15. Чуть-чуть полкилограмма еще. Вода 300 грамм. Мы сейчас попьем. Это еще будет минус 300 грамм. А потом еще и поедим. Шлем. Будем считать, что не оправдал. Он ничего не весит. Пускай дома остается. Все. Книжки. Малышки. Схема. Схема гранат. Но на 100 грамм. Рецепт. Пускай. Все. Теперь точно все. И по весу уложились. Отмычек. У нас 7. Сделаем так. Микросхемы трогать не будем. Все. В ходу отседала. Разговаривать ни с кем не будем. Починиться у нас все починено. Налегке. Рвем. Рвем сначала в крематорий. Самый дальний переход. Там второстепенные, но все-таки важные дела. Сюда. И от него уже потом, вот, зона Б-27 рядом. Там главный сюжет. Это пока только половина. Я не знаю, охвачена ли вот эта половина. Пока норм идем. Больше половины прошли без приключений. Технический блок. Оккупировала группа людей в масках. Судя по всему, они вооружены. Вряд ли пригласят чужака разделить с ними трапезу. Группа это плохо. Раз, два. Три. Да там наверняка кто-то есть. Два стрелка. Тихо. Тихо. Да. Вот откуда он вылез. А че с красной... Или это я не добил, он поднялся. Однако. Где герри негат? Вроде закончились диригенераты. А, кстати, мы главное-то не посмотрели. Здесь нас немножко покоцали. Прямо буквально полтора процента. А наша мега-курточка как себя чувствует? Она пока целая. Может быть, этот процесс запускается, когда она... Чуть-чуть повреждена. Камина, кстати, стояла. Перчатки. Сделаны из плотного огнеупорного материала. Эти рукавицы подойдут для строительных и отделочных работ. Я не могу нигде найти обычные советские верхонки. Идеально были рабочие рукавицы. Везде китайская параша продается с резиновыми ладошками. Или такие вот просто дубовые, как сварочные. А были из мягкой брезента. И рабочая поверхность такими вот пупырышками сделана. Сейчас такие, видимо, уже нигде не достать. Ну, либо со склада. Советского, знаете, продают. Есть интернет-магазины, которые продают в советских складах. Но там в основном сохранение более-менее военной вещи. Вряд ли там рукавички есть. Можно купить бритвы еще 40-х годов. Опасные и безопасные там советского еще производства. Я хочу взять в руки... Где он? Вот этот набор. Повыше немножко. И ложить то, что нужно всегда. Попробовать снять мину. Ух ты! Найдите скрытую точку на кронсе, проворачивая регулятор мощью... 25 секунд казалось так долго. По шарам влепила вон как-то. Кстати, нам не помог нифига этот. Я думал, он замедлять хотя бы будет. Ничего подобного. Так. А, мина! Не-не-не-не, все. Хорош. Мне два раза повторять не надо. Два раза повторять не надо. Еще одна гиря. Гантели. Теперь мы настоящий физкультурник. У нас две гантели. Ремонтный робот. Ну, в лучшем случае за детальки. Так. Давай не танцуй. Спокойно подойди и разбери. Две пластины. У нас чуть-чуть. Ага, чуть-чуть у нас нет больше. У нас вода есть. А лечения нет. Водой мы где-то по 5% лечим. Так, а покушать? Надо было в бар зайти. Я что-то про это буксанул. Хотя, не продают они нам. В барах нет. Лекарства. Починить. Ну, три пластинки. Сразу починим. А давайте топорик починим. Он ничуть не хуже. А вещь хорошая. Все, идем дальше. Какой-то тут ничего больше не пропустил. Мне оружие с них не взять. Ну, нет каких-то бонусов. А вот тут был контейнер еще где-то. Я его вижу сейчас. Ну, чтобы здесь точно ничего не пропустить. Пульки порох. Ну, в принципе, хорошо. Пульки ценные. Мы на них что-нибудь да выменяем. Все, идем. Вторую часть пути проделать. Сделали бы хоть маленькое восстановление в пути. Блок-пост. Там есть магазин. Давайте мы его посетим. Там есть интендант. Лечение нужно, потому что в крематории неизвестно, как дела обернутся. Мы без лечения можем здорово влипнуть. Были мы здесь уже. Контейнер. Ничего тут не оставалось. Я не помню, мы оставались? Сигнальное оставляли здесь что-то или нет? Это биостимулятор 800. Плюс 30 очков, зато восстанавливает. Он хороший. Маску мы такую работу покупали, ему не понравилось. Самодельные пули нам не нать. Гранату нам не нать. Ганты для тренировок. Одна, конечно, хорошо, но две-то лучше. Матрас. Мы все испим, как боевая лошадь. Нам матрас не нужен. А больше у нас ничего нет. Можно при... А, нет, взлом. Это ремонт. Копеечная сбросим. Придется брать какой. Боль. Копеечная сбросил. Аптечка у нас стоит Я надеюсь, эффективность выше Ну, так уже более-менее Поверка на вшивость интенданта Все, здесь нам больше делать нечего Как говорится, до крематория один шаг Как бы это грустно не звучало Верстака у них тут нет Поэтому пластинки ржавые таскаем пока так Но они при первом же случае превратятся в железную Техническая группа подвилась к нападению Агрессивных шлинистоногих Отряд сопровождения готовится отразить атаку Мы будем участвовать Так мне не нравится, что мигает То ли свет мигает Спасибо вам, что не прошли мимо Эти проклятые тварь Они повсюду Они возвращаются Отбиваемся, бегом к дверям в тоннель Отбиваемся А, вон Дайте хоть одного Убедить Я боюсь, думаю, хотите Загену Оба, да? Здоровый Да не его руби, а вот это говно Минус ополченец Четыре микросхемки Тектор с облегчением смотрит на открытый проход в тоннель В этот раз обошлось Спасибо Кто знает, смогли бы мы без вашей помощи справиться Возьмите Это самое малое, что я могу вам отдать Фигаси Техник Гайками расплатился Учеряло, что мы ничего не сделали Как говорится Пожалуйста Пойдем, может, крематории не только из костей делают, но и из панцирей Всякое разное Кстати, мы когда вот этим занимаемся У нас меч портится Лапа Хелицета 87, 90 Помимо того, что он нам сейчас подогнал Немножко денег Во, мы еще насобираем Ай, ладно, забирай Все Это доктор Родмастер 6 копеек Криомы Прям Ладись Ощущение, что они Как эти цветы Платоядные Подманивают Жертву Потом переваривают Это то, что с ней остается Что-то темно Большой уже перевес Все, валим отсюда Мы сможем всех Хелицета Сами собрать У нас лапки есть У нас лапки есть, панцирь есть, хвост есть Уплаченец, ладно, не будем На глазах у друзей Мародерствовать Перегрузка здесь больше 10 килограмм Я надеюсь, она только на то, что мы бегать не можем И выдыхаемся быстрее действовать Сейчас мы продадим череп Продадим таз У нас будет меньше Перегруза Перегруз, чем 10 килограмм Хоть какая-то торговля не должна существовать Даже за бесценок Вот эти Части Скорпионов Можно, я думаю, за бесценок Рынок Давайте с рынка начнем Мы их практически задаром получили Это можно продать По любой цене Ага, тут Секта Зирма Че молчишь, ядра на мать Че морду прячешь Думаешь, я тебя здесь первый раз вижу Я тебе ничего не продам И че тут над нами смеяться Проваливай Уходи Сказано тебе Я не думал над вами смеяться Вы, сволочи, белоглазые Совсем огня не читаете А, не чтите Издевайтесь Посмеяться приходите Вот только огонь всех нас заберет И убогих, и ухоженных И душегубов Хотя я тоже всю жизнь никого не тронул Включаем Родословную Я знаком с обычаями Собирателей пепла Я родился на свалке Струха на мгновение Осекается Вот как И че аж ради кровососов Этих спину гнешь Ладно, смотри мой товар Может че приглянется Показывай Ух ты Ликен мрана Вот она наша Долгожданная Ваза Которая нам нужна А это Просто статуэтка Для квеста Антиквар Дычка Филицета Вот мы сейчас бабули Все Сгрузим А у нее вообще деньги то есть? Ну какие то есть Наделаешь биги лукшек Краги посмотрим Мы их по моему Нельзя на себя надеть Вот и порох Она по нормальнице не покупает А на патроны есть Еще у нее три Так бабуля Не расслабляемся Продолжаем Деталек тебе 4 штуки Оружейных деталей 4 штуки Кожик для поделок Первое дело Патроны Уточка все еще целая Это удивительно Но мы ее носим Не на себе Может быть в этом делаем Мячик держи Внучок может футболистом будет Ну и все Больше прям такого бросового У меня ничего нет Самодельные патроны Держи С барского плеча 660 Нет Все у нее денег нет Вот это что такое Символ Ага Помните нас Рядом с кинотеатром Там есть какие-то фанатики И он нас не пускал Может быть это в символе дела Священный символ забытого пути Религиозная община Возникающая в результате Д-106 В начале 5 столетия После исхода Согласно верованиям Последователя Беркера Сомнения А сомния это болезнь данной роду норманов Наказание За грехи Однако по мнению лидера общины Ее природа куда шире Чем принято считать Сомния сила Которая нужна И можно взаимодействовать Янтарная вода Очки жизни минус 30 Жажда минус 30 Урон ближний бой плюс 10 Разброс плюс 40 Жидкое вещество С сильным селитином И Меорелаксирующим эффектом Производится из янтарного гриба Редкого кревного плода Который сам по себе Весьма токсичен И зачем такие характеристики нужны Урон ближний бой плюс 10% При том что на 40% Увеличивается разброс О видите Грудная клетка В общем давайте мы это все продадим У нас к этому интереса Никакого нет Бабулька вроде интересуется Все, теперь точно весь хлам Скинули Так, вторая гантеля где? Три пищи Ну точно у нее больше ничего не нужно Ну вот точно А все что мы достали из креома Мы ей уже продали Обмен Закончить разговор О, перегрузка Она уже во-первых божецкая Во-вторых плюс Деньги На которые мы купим себе лечение И всякое разное Да, сделаны из плотного Огнеупорного материала Рукавицы подойдут Для строительных и отделочных работ Может быть и не кому-то Персонально нужна Слишком такая вещь Первый раз мы их встретили Не буду пока продавать Деньги маленькие А вот именно как Предмет Не могут пригодиться Давайте в следующий раз уже Обра Будем расхаживать На процент уменьшилась Прочность Ну Я не уследил Может быть Дело в том Что это мы Где-то нас Чертануло Разобраться с ситуацией В крематории Вот На грани отчаяния Прошла трагедия Мальчика загрызли Орроны Которые держат Служитель культа Отец мальчика В общем хочет устроить Самосуд Надо с этим будет Разобраться Вот Лашта назначала Встречусь с Варканом На рынке Близь входа к крематоре Это где-то совсем рядом В следующий раз Начнем искать Контакт И С папой И с Посыльным Лаштем Очки Уменье 3 У нас Тут уже Потихоньку Накопилось Так что Можем мы Вес поднять Ну вдруг Надо для чего-то Другого Победиться Боевые навыки Даже не трогаем Нам бы Выносливость Поднять Чтобы мы Чуть больше бегать Могли И руками Махать Но опять же Вес Нужен Все нужно Компьютеры Качнули Потратили Очки действия Они нам Один раз Сипа Набили Поэтому Будем пока Очки С собой Тоже Носить В целом Дошли Куда Надо И В принципе Я считаю Что Нормально Все складывается Второй Комплект Брони По деньгам Запас Есть Попить Покушать У нас Есть Что Так что Чисто Теоретически Вот не знаю Почему По краям Вот это Все Моргает Я надеюсь Это Как-то Не говорит О том Что Мы Больны Или Еще Что Потому что Бывает Что Иконки Не Показываются Может Нам Давно Пора От Сомни Принять Синю Вот Эту Штуку Это Нас Кроет Сомни Видит Это Усиливается Мне Что Это Вообще Не Нравится Сюда Отойти Не знаю Не знаю Если мы Корректнем Просто Вот так Вот Без Объяснения Причин Будет Обидно Подождем До Следующего Раза Результатов Вот Этого Моргания На Сегодня Все Спасибо Вам За Внимание Все Вам Хорош Удачи Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует...